Тем, кто не был прикован к постели, сложно понять желания людей с ограниченными возможностями к передвижениям. Для них инвалидная коляска – окно в наш мир, полное физических препятствий. Привыкшие к преодолениям трудности инвалида столкнулись с ещё одним барьером. На этот раз в получении технических средств реабилитации в сокращении ТСР. На сторону слабых встала общественная организация инвалидов «Колесница» во главе с инвалидом-колясочником Игорем Гундеровым. Так в Подмосковье появился образовательный проект – ТСР «Ликбез». Во вторник его шестая по счёту презентация прошла в Щёлкове в универсально-спортивном комплексе Подмосковья. Многие инвалиды просто не знают, что им положено, на основании каких законов положено. Соответственно, они начинают звонить, требовать, отрывать сотрудников. Там фонды соцстраха, бюро МСЭ. Те, соответственно, отрываются от своей работы тоже как бы из-за этого происходят определённые сбои. Соответственно, этот проект ТСР «Ликбез» – это некое образовательное, образовательные семинары, чтобы люди поняли, что им положено на основании какой нормативно-правовой документации. Основанием для получения любого технического средства инвалидам сегодня является индивидуальная программа реабилитации. Указанные в ней позиции, в нашем случае инвалидных кресел, отныне приобретаются по конкурсу фондом обязательного страхования. При нынешнем многообразии колясок – прогулочные, комнатные, детские – нужно выбирать наиболее удобные и долговечные. Ряд моделей можно было протестировать прямо на семинаре. На форуме ТСР «Ликбез» также можно было и протестировать вот такие вот коляски. Главное, чтобы в ней было удобно и она входила в пространство лифта. Вы можете стать и собственником этой коляски за бюджетные средства. Главное – убедить комиссию, что именно эта коляска вам нужна. Две российские компании «Отто Бок» и «Катаржина» провели тест-драйв своей продукции. Каждая изготовляется по индивидуальному размеру. Стоимость варьирует в широком пределе от самых простых китайских за 12 тысяч рублей, заканчивая роботизированными за полмиллиона. На сегодняшний день инвалидная коляска предоставляется абсолютно бесплатно на основании конкурсных торгов. Но у инвалида есть альтернатива купить за свои средства понравившуюся ему коляску и получить от государства компенсацию в размере конкурсных торгов. Информация на семинаре воодушевила слушателей на дальнейшие поиски решения проблем. Кто-то, как Максим Литвиненко, после двух лет ожидания электроколяски задумается над самостоятельным приобретением. Очень много правовой информации, которую сложно найти в интернете, тем более не зная, где искать что. То есть очень много новых положений, буквально большую часть нового узнал для себя. Вот эту коляску я буквально за месяц мне дали, а комнатную уже второй год добиваюсь. Свои коляски производят и в соседнем городе Фрязино. Есть в этой отрасли своя конкуренция. Побеждает в ней тот, кто предложит не только низкую цену, но и оперативное сервисное обслуживание. Посмотрел просто новые коляски. Довольно смотрел, есть такие интересные модельки, которые там надо попробовать. Устроители семинара обратились к слушателям за помощью в распространении полученной информации, чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями научились решать проблемы самостоятельно. Именно так можно почувствовать себя по-настоящему свободным. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щёлково». Достаточно.